В Центральном суде Тюмени прошло первое заседание по уголовному делу о похищении людей. На скамье подсудимых четверо тюменцев, которых обвиняют в том, что они насильно увозили в реабилитационный центр, имеющих алкогольную зависимость жителей области. Там их удерживали, получая за лечение вознаграждение от родственников своих пациентов. По мнению гособвинителя, похитители нарушали права граждан. Один из консультантов центра применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов. Постановлением Нижнетавдинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения трех обвиняемых под стражу, четвертый под домашним арестом сроком на полгода. Сегодня суд продлил меру пресечения. Предположительно, реабилитационный центр в Нижнетавдинском районе работал около двух лет. Потерпевшими по делу проходят четыре человека. Но немало и тех, кто благодарен сотрудникам центра за возвращение к нормальной жизни. Именно люди, близкие родственники, лица, попавших в сложную жизненную ситуацию, обращались за помощью. Можно ли говорить о том, что в нашем уголовном деле лица, которым предъявлено обвинение, действительно занимались похищением людей именно в контексте уголовного судопроизводства? Я бы в настоящее время не стал делать подобного рода заявления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!